Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Смотрите выпуски. Нужно пересчитать. Давайте обеспечивать этот комфорт. Спикер Госдумы попросил составить список новых микрорайонов, где нет объектов в соцсфере. Чемпионат среди молодых профессионалов. Давайте я вам могу держать здесь за класс. За специалистами следят не только судьи, но и бизнесмены. Ищут себе будущих работников. Сели за парты. Историю всегда изучал, всегда было интересно. В Саратове прошла всероссийская акция. Родители смогли написать спробный экзамен по истории. Какая погода за окном ждет саратовцев в пятницу 28 февраля на апостола Анисима. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Не подъехать, не пройти. Жители микрорайона Ласточкино пожаловались на отсутствие дороги. Чтобы добраться домой, людям нужно пройти настоящее испытание из ямы грязи. Ходит в микрорайоне только одна маршрутка. За помощью саратовцы обратились к спикеру Государственной Думы. Дело в том, что микрорайон построили без инфраструктуры. По словам Вячеслава Володина, в регионе нужно пересчитать все новые микрорайоны, где нет объектов в соцсфере. Полина Попенет знает, как это поможет решить проблему. От романтики здесь только название. Жизнь в микрорайоне Ласточкино прозаична, говорят местные жители. Добраться сюда непросто. Нужно преодолеть препятствия из ям и грязи. Дорогу после возведения многоэтажек не сделали. Наш микрорайон Ласточкино, недаром, наверное, он так назван. Он на очень высокой горе, вот эта танковая гора. И мы здесь как на острове. Татьяна Долгова живет здесь уже два года. Квартиру в новом микрорайоне получила после переселения из аварийного жилья. Новый дом разочаровал, говорит женщина. Дорог нет. Из транспорта ходит только одна маршрутка. Даже поход в магазин оборачивается проблемой. Все аптеки, поликлиники, магазины, вообще все. Все находится внизу, на Антоново. То есть я иду в магазин, а потом с этими сумками на эту гору лезу. Вот в прошлом году я, например, сломала обе руки. Сначала одну, потом другую. Почему? Потому что вот по этому гололеду ходила, была вынуждена ходить вниз до транспорта и наверх. По словам местных жителей, в микрорайоне не хватает еще и школы, поликлиники, аптеки. С просьбой о помощи люди обратились в общественную приемную спикера Государственной Думы. Все проблемы с местными жителями Вячеслав Володин обсудил лично. Первое, куда я вам написал спасибо, потому что начали потихоньку реагировать. Проблема в том, что даже по всем требованиям, то есть в МЧС я обращался, приезжали МЧС, управление. Они говорят, да, мы согласны, у нас должно быть два выезда, как минимум, но выездов нет. О проблеме комплексной застройки спикер заговорил одним из первых. По словам Вячеслава Володина, практически все новые микрорайоны Саратова построены без объектов соцсферы. Для начала нужно провести ревизию и пересчитать, сколько таких в городе. Посмотрите возможность развязок здесь, посмотрите возможность развития микрорайона. Здесь об этом надо говорить. Мы с вами опять должны понять, это что, резервация? Михаил Александрович, если это резервация, так скажите, что вы такую задачу решали. А если это часть города, и человек должен чувствовать себя здесь комфортно, давайте обеспечивать этот комфорт. По словам спикера, в уже построенных микрорайонах необходимо возвести объекты соцсферы. А в проект новых изначально планировать поликлиники, детсады и школы. В микрорайоне Ласточкино в первую очередь нужно сделать дорогу. По словам спикера, работы необходимо закончить в июне. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Про саратовские холодильники и энгельские троллейбусы. Сегодня министр промышленности области провел пресс-конференцию. Руководитель ведомства рассказал о судьбе проблемных предприятий региона. А также поделился планами на этот год. Среди которых и увеличение зарплаты работникам промышленной сферы. Надежда Новикова узнала ответы на самые актуальные вопросы. Холодильники все-таки в заморозке. Судьба предприятия СЭП – это первое, о чем поинтересовались журналисты на пресс-конференции у министра промышленности и энергетики области. Андрей Архипов рассказал о том, что сейчас решается вопрос о консервации производства саратовских холодильников сроком на год. Со стороны руководства предприятия и усилия должны быть направлены не только на формирование некой цены, что вот у нас так получилось. Нужно направлять усилия по ее снижению, иначе действительно производство этих холодильников не будет прибыльным. Возможно, поскольку продукт в последнее время не менялся, и естественно в один день его изменить нельзя, возможно нужно пойти, по нашему мнению, это один из вариантов пойти на то, чтобы какое-то время поработать и ниже точки безубыточности, если это, конечно, экономика предприятия позволяет за счет других направлений деятельности. А вот на некоторых других проблемных предприятиях области наблюдается положительная динамика. Завод «Тролл» заобретает вторую жизнь. На территории обособленного подразделения «Энгельский завод электрического транспорта» компания ПК «Транспортные системы» недавно представили новую модель электротранспорта «Адмирал». Теперь в «Энгельсе» будут производить новые троллейбусы, откроют 200 рабочих мест. На сегодняшний день уже часть работников, ранее работавших на троллейбусе, уже привлечена в ПК «Транспортные системы». По мере развертывания производства, дополнительные работники будут также привлекаться, и, соответственно, кадровый потенциал тролл будет сохранен. Также на пресс-конференции министр подвел итоги работы отрасли за прошлый год и рассказал о планах на этот год. По словам Андрея Архипова, в области процветают обрабатывающие производства в лидерах машиностроения и химические предприятия. Например, Балаковский металлургический завод увеличит свою мощность. Интересно, что одна из поставленных целей на этот год – это увеличение среднемесячной зарплаты сотрудникам промышленных предприятий на 10%. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Пытается вернуть государству земли бывшего саратовского авиазавода, хотят отсудить у частных собственников. В 90-е они были незаконно переданы предпринимателям. Вопросом возвращения территории занимается рабочая группа. 79 участков уже удалось вернуть в собственность государства. Анна Забалуева расскажет, как продвигаются судебные дела. Вот здесь возили на покраску в Б-6, оттуда вывозили уже полностью сданные. Они там везли на взлетно-посадочную, они улетали покупателям. Он помнит, как выглядел авиационный гигант в Саратове. Александр Бернацкий – ветеран авиазавода. Отдал работе на предприятии десятки лет. В 90-е производство развалили, а земли раздали в частные руки. Как оказалось, незаконно. Активист – один из тех, кто пытается вернуть территории государству. Вопросы решали очень долго. Писали еще с 2013 года. Получали отписки со всех контор, что это все не федеральное, все это частное. Ну вот, после того, как Володин вмешался, мы начали возвращать. Возвращаем приблизительно 300 гектар, покадастровать 6 миллиардов. Уже год действует рабочая группа, созданная председателем Госдумы Вячеславом Володиным для возвращения земель авиазавода государству. Из 91 участка уже получилось вернуть 79, общей площадью 83 гектара. Это земли, где нет жилых домов, объектов, соцсферы и не ведется производство. Судебные процессы продолжаются. Собственники не хотят уступать имущество. Но уже сегодня видно, формат рабочей группы себя оправдывает. Сказать, что мы все их заберем сейчас преждевременно, это все зависит от судебных решений. Потому что, конечно же, ответчики оспаривают решение. По 77 участкам у нас решение первой инстанции приняла, но они все оспариваются в суде. Те решения, какие в судах состоялись, они еще, мы знаем, должны пройти несколько инстанций. Но хорошо то, что сегодня рабочая группа, созданная Володиным, а Вячеславом Викторовичем, она как раз дает положительные результаты по возвращению государственной собственности. Кстати, будущее земель авиационного завода решат сами саратовцы. Они смогут внести свои предложения по развитию территории. Многие за то, чтобы возродить здесь промышленное производство. Поэтому Вячеслав Володин предложил создать здесь индустриальный парк. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Одни со шпателями, другие с клавиатурой. В Саратове продолжается чемпионат среди молодых специалистов. Школьники и студенты соревнуются в десятках профессий. Некоторые фору дадут и опытным мастерам. За турниром следят и бизнесмены, ищут новых сотрудников. За некоторыми даже очередь выстраивается, говорят организаторы. Как работает молодежь, видел и Роман Базан. Сегодня в Саратове предпоследний день пятого регионального чемпионата. Молодые профессионалы, или как сейчас принято говорить, WorldSkills Russia. Будущие мастера соревнуются в кулинарном колледже и архитектурно-строительном. Мы как раз таки в последнем. Здесь десятки участников показывают, кто на что гораст. Есть образовательные стандарты, в соответствии с которыми мы ведем образовательный процесс. Но то, что проходит здесь на площадках, все конкурсные задания, это немного выше, чем просто образовательный стандарт, который они проходят и по окончанию изучения этой образовательной программы получат диплом. Это несколько больше знаний, умений, навыков, которые они приобретают для того, чтобы быть конкурентоспособными не только на российском рынке труда, но и на международном. Давайте я вам не могу держать здесь за пояс, я вам могу принести. Вам нужно не сдавать. Не смешно. Вам лучше присесть, ой, вам лучше лечь и не вы просто не сидите. Молодые профи соревнуются в разных компетенциях, от архитектуры и веб-дизайна с разработкой до кирпичной кладки и разработки компьютерных игр. Сегодня здесь показали свои навыки и строители со штукатурами, мастеров оценивали эксперты, говорят, что обращают внимание на малейшие детали. Рисунок. Это дракон называется. Вот, чтобы он полностью правильно был выполнен. И второй, это треугольник, видите, обратите внимание, треугольник тоже, чтобы, значит, был выполнен качественно. Ну и швы тоже смотрим. Но это сложная работа для них? Это очень сложно. Вот этот модуль сложный. Дело в том, что на этот модуль дается всего 7 часов. Чемпионат проходит не только в Саратове, но и в Балакове с Энгельсом. Всего участвуют более 400 молодых профессионалов. Это школьники и студенты среднего звена. Уже известно, что победители регионального первенства примут участие в полуфинале WorldSkills Russia. Он, кстати, уже пройдет скоро, в апреле. И там как раз-таки будут представлять и Саратовскую область. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов-24. С прогнозом погоды познакомит вас Александр Новохадский. Перед этим небольшая реклама. А затем мы и продолжим знакомить вас с новостями. Гарант Кредит. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе Гарант Кредит. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш Гарант Кредит. Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В пятницу 28 февраля на апостола Анисима. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове. Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и туман. Ветер южный 4,7 метра в секунду. Днем до плюс 8, а ночью до минус 2. Партнер прогноза погоды Мелодия Сна. В феврале дарит подарки своим клиентам. Кэшбэк 20% при покупке матраса в кровати и мебели. Адрес Блинова 35. Только в феврале при покупке матраса в кровати и мебели возвращаем 20% подарками. Подарки от Мелодии Сна. Кэшбэк для комфортного отдыха. В Саратове и Энгельсе ветрено и также возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 6, а ночью до минус 1. Атмосферное давление около 745 мм в ртутную столба. А магазин Доброцен приглашает за приятными покупками. Вас ждет широкий ассортимент товаров. Низкие цены и только качественные продукции. Адрес улица Шахурдина, 26Б. Покупайте с выгодой. Спешите в магазин Доброцен. Низкие цены на все товары, приятные акции и только свежая продукция. У нас вы сможете приобрести все необходимые товары для всей семьи. Работаем по безналичному расчету с индивидуальными предпринимателями. Телефон 8906-314-3170. По приметам, если на небе яркая и полная луна, это холода. Строительная компания «Шелдом» сделает вашу жизнь комфортной. Квартиры в строящихся и готовых домах. Звоните 255-966. Всем добра, здоровья и удачи. Увидимся. Осталось посадить дерево и родить сына. Конечно, ведь «Шелдом» уже построил дом для вас. Нет, но с сыном я как-нибудь сам справлюсь. «Шелдом» – квартиры, в которых исполняются желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Россиян просят не ездить в Италию, Южную Корею и Иран. Причина – коронавирус. В Ростуризме сегодня обратились к туроператорам. Чиновники рекомендуют бизнесменам прекратить на время продавать путевки в эти страны, чтобы избежать новых случаев заражения. Побывавшие за границей туристы завозят коронавирус на родину. Всего же в Италии, Корее и Иране могут находиться порядка 20 тысяч наших соотечественников, сообщает «Известие». В каждой третьей российской больнице нет водопровода. К такому выводу пришли специалисты счетной палаты. Ревизоры посчитали, что федеральные деньги тратятся неэффективно по всей стране. Большинство лечебниц находятся в плохом состоянии, некоторые и вовсе в аварийном. В поликлиниках и больницах банально нет водопровода и почти в половине отопление. Также уменьшилось и число врачей по всей стране, заявили в счетной палате. Сегодня российские военные протестировали гиперзвуковую ракету «Циркон». Ее запустили с корабля. Снаряд достиг цели, заявили в Министерстве обороны. Аналогов в мире ей нет. И остановить такое оружие не сможет ни одна страна, уверены эксперты. Дело в том, что скорость «Циркона» достигает 9 скоростей звука. Вооружать ими планируются военные суда и подлодки, сообщает ТАСС. Вновь сели за парты. В Саратове прошла всероссийская акция. Родители смогли написать пробный экзамен по истории. Правила, как и для школьников. Никаких телефонов и шпаргалок. Только ручка и паспорт. В пробном тестировании приняли участие около 100 человек. Свои знания решили проверить министры, учителя и саратовские спортсмены. Анна Заболуева знает, с чем не смогли справиться участники акции. Волнуются, как школьники, чиновники, учителя и спортсмены проходят все этапы экзамена. Даже несмотря, что это пробное ЕГЭ. При себе нельзя иметь телефон, только черная ручка и паспорт. В класс заходят по одному. Четвертое А. У вас место проходить. Пожалуйста. Паспорт есть. Показывайте. Это уже четвертое пробное ЕГЭ, которое пишут родители. И впервые за все время акции проверяют знания по истории. Участникам на испытания дается полчаса. А заданий намного меньше, чем в настоящем тесте. Всего 11. Но даже для учителей пробный экзамен оказался сложным. Вопросы достаточно серьезные. Есть даже противоречивые такие вопросы, когда очень трудно выбрать тот вариант ответа, который соответствует истине. По датам еще выбора вариантов нет. А именно были вопросы сочинения придумать. Сочинение оказалось не под силу и саратовским спортсменам. Правда, не всем. Проверить свои знания пришли кикбоксер-чемпион мира Даци Дациев, Гребец, призер Олимпийских игр Сергей Улегин и саратовский силач Вячеслав Максюта. По словам именитых саратовцев, на последний вопрос не хватило времени. Очень тяжело. Но надо подготовиться. В следующий час более уже буду подготовлен. Приду и, я думаю, отвечу. Времена Советского Союза для меня тяжелые. Вот историю всегда изучал, всегда было интересно. Какие-то глобальные события, которые происходили, в том числе и в России. Про кого в итоге написали? Не про кого. Просто не про кого не написал. Решил, что надо ввалить отсюда. Были даны определенные промежутки периода истории. Надо было написать сочинение. Ну, я взял период с 1985 года по 1991, конечно же, описал Олимпийские игры в Сеуле, которые для нашей, для сборной команды тогда еще СССР, они явились историческими. Всего в акции примут участие жители 30 районов области. Сдать тест по истории можно будет до начала марта. А уже в конце месяца станут известны результаты. Анна Заболуева, Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов-24. Рассказали, как преобразится. Театр оперы и балета ждет масштабная реконструкция. Будет частично разобрана входная группа и голубая гостиная. Последнюю восстановят практически до мельчайших деталей. Лепнины и люстры сохранят в первоначальном виде. В зале полностью поменяют мебель и обивку, добавят бра. А купол станет однотонным. Рисунки перекроют светлой краской. На реконструкцию здания потратят более полутора миллиарда рублей. Работы будут длиться три года. Уже в марте театр начнет переезд. Репертуар практически не поменяется. Мы постараемся все сохранить. Само собой, если площадка будет не такая, как у нас сейчас, то значит нам придется как-то приспосабливать декорации к другой площадке. Более того, я знаю, мы планируем на другой площадке выпускать новый спектакль. Премьера тоже будет? Конечно, мы же не можем работать просто так. Мы должны, мы для этого существуем, чтобы выпускать новый спектакль. О главном к этому часу все еще больше информации на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова